18 марта – день, когда можно проголосовать за будущее своей страны и своего района. В день выборов президента Российской Федерации во всех районах Челябинска и на каждом избирательном участке состоится и еще одно голосование за благоустройство парка или сквера. И выбирать эту территорию нам, ведь от нашего голоса зависит будущее нашего района. Наш район центральный. Именно здесь, на правобережье реки Миас, в сентябре 1736 года была заложена Челябинская крепость. До 1961 года район носил имя Сталинский. Площадь – 64 квадратных километра. Численность населения – больше 100 тысяч человек. Центральный район по праву можно назвать самым красивым районом города. В 2017 году в Челябинске впервые был реализован проект «Формирование городской среды». В нашем районе были благоустроены десятки дворов, заасфальтированы проезды к домам и тротуары. Жители, конечно, довольны. Установлено освещение, скамейки и урны. Смонтированы яркие и функциональные детские площадки. В 2017 в нашем районе стадион «Калибр» был передан школе Олимпийского резерва по футболу. На поле появилось новое покрытие, места для болельщиков и многое другое. В Сосновом Бару благоустроена тропа пенсионеров, или, как ее теперь называют, тропа здоровья. Здесь установлены качели, беседки, скамейки и урны. Вот по аллее и мимо этой площадки, где пенсионеры играют в карты, беседуют, там качели, на качели качалась. Также среди вековых сосен для занятий спортом оборудовали спортивную площадку с уличными тренажерами. На площади павших революционеров, в том числе и силами горожан, было высажено около 300 деревьев и кустарников. Сегодня очень важно, что так много детей, и, наверное, ребенок, посадивший дерево, не сможет потом это дерево сломать. В 2018 году программа формирования городской среды продолжится. Дворы нашего района будут благоустроены. Дети смогут играть на безопасных площадках. Будет сделано дополнительное освещение, установлены скамейки, урны, заасфальтированы проезды к домам. При этом в наших силах сделать район еще лучше. В этом году в Центральном будет благоустроен один из шести парков, скверов или бульваров. Какой именно – решать нам. 18 марта мы сможем отдать свой голос за один из предложенных вариантов. Первый детский парк «Алое поле». Площадь почти 118 тысяч квадратных метров. Уже имеется тропиночная сеть, скамейки и урны, ограждения, лестничные сходы, разрушенный бассейн. Планы. Зона пассивного и активного отдыха. Проект благоустройства. Демонтаж разрушенного железобетонного бассейна. Ремонт тропиночной сети. Зоны отдыха детей и взрослых. Уличные тренажеры, цветники и устройства городского туалета. Второй вариант – сквер на улице Академика Королева. Площадь 2800 квадратных метров. Планы. Прогулочная зона. Проект благоустройства. Тропиночная сеть. Установка скамеек, урн и декоративного ограждения. Высадка зеленых насаждений. Установка освещения. Третья территория – сквер на улице Тернопольская. Площадь 12000 квадратных метров. Имеется старое плиточное покрытие и три недействующих фонтана. Планы. Прогулочная зона. Зона пассивного отдыха. Проект благоустройства. Реконструкция тропиночной сети. Установка скамеек, урн и цветочных конструкций. Декоративное ограждение. Восстановление фонтана. Четвертый вариант – бульвар по улице Волгаря. Дворовского площадь – 6200 квадратных метров. Планы. Прогулочная зона. Проект благоустройства. Тропиночная сеть. Установка скамеек, урн и цветочных конструкций. Озеленение. Посадка кустарников в виде живой изгороди. Пятая территория. От памятника Курчатову до улицы Худякова. Так называемая обкомка. Площадь 30 тысяч квадратных метров. Уже имеется асфальтное покрытие, освещение, скамейки и урны. Планы. Прогулочная зона. Проект благоустройства. Зоны для пассивного отдыха. Установка малых архитектурных форм. Шестой участок. Мемориальный комплекс «Золотая гора». Площадь 2200 квадратных метров. Планы. Мемориальный комплекс. Проект благоустройства. Установка скамеек и урн. Озеленение. Искусственное покрытие. Одну из шести территорий благоустроят уже в этом году. Какую именно? Решение за нами. И здесь важен голос каждого. 18 марта совместно с выборами президента мы выбираем и будущее района. Сделаем наш район красивым, чистым и комфортным для жизни. Вместе мы сможем многое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова